Эти вазы, статуэтки и тарелки сделаны в XIX веке, но могли быть сделаны и в XV и в XXI. В изготовлении фарфора китайские мастера нерушимо хранят верность традициям. По крайней мере, декор сохраняется тоже, стиль сохраняется, форма сохраняется. Может быть, вкрапливаются какие-то новые дополнительные элементы, современные. Но, как правило, стараются они исходить из досийских, буддийских символик, благопожелательных таких. Это характерно для фарфоровой продукции Китая. Характерна и полихромная роспись с обязательным использованием золотистого цвета. А это львы фо, что по-китайски означает «будда» – традиционные китайские статуэтки. Они разнообразят собрания фигурок с изображением божества, в котором раньше были в основном экземпляры из бронзы. В принципе, очень было мало предметов из фарфора, например, которые как раз в конце прошлого года поступило. Вот такой коллекции фарфоровых восточных изделий у нас, в принципе, на протяжении, наверное, столетия не было и не пополнялось. А если и пополнялось, только единичными какими-то экземплярами, экспонатами. Но среди предметов, пополнивших восточную экспозицию Иркутского областного краеведческого музея, есть и бронзовый Будда. Это монгольская статуэтка 19 века Будда Шакьямуни. Изготовлена она из тонированной бронзы. Такой жест называется «мудра» и считалось, что он отгоняет врагов буддийской веры. А волосы уложены в виде пирамиды, что позволяет поддерживать связь с космосом. Чаще всего такую статуэтку можно было увидеть в дацанах или монастырях. Фигурки гусей и рыб символизируют добро, любовь и плодовитость. А эти маленькие вазочки для духов и благовония никаким глубоким смыслом не наполнены. Они просто красивы. Светлана Шапаренкова, Николай Крупченко. Новости сейчас.